приветствую вас на моем канале в этом видео рассмотрим еще одну функцию таймера это выполнение прерывания через заданный промежуток времени данная функция позволяет считать время там к миру секундах миллисекунды сколько прошло делать периодическое выполнение какой-то операции также у меня для flow кода написано мой взгляд довольно хороший макрос для обработки в прерывания сигнала от кнопки с подавлением дребезга и от энкодера давайте рассмотрим как это сделать работая с регистрами выбираем нашу отвалочную плату так здесь у нас давайте помигаем светодиодом тем же на pc13 на плате то есть опять же эту настройку используем таймер 2 сейчас можно сделать здесь но я пока не разбирался как то есть мне пока интереснее рассмотреть регистры микроконтроллера сейчас давайте попробуем без этих настроек все и отключаю то есть никакой таймер мы здесь не настраиваем стандартные настройки но и для примера хватит частоту тактирования выбираем любую не принципиально но пусть остается 8 мегагерц только переключаемся на кварцев резонатор который дает более стабильную частоту чем внутренний рц создаем проект и смотрим что у нас здесь есть открываем main и в gp у нас только настройка этого вывода c13 идем к main основному нашему циклу и опять же полезно если первый раз изучаете то лучше выписать все регистры которые могут нам пригодится для справки чтобы не шариться по всей документации то есть этой командой мы включаем тактирование таймера 2 и далее регистры настройки из документации в регистре управления cr1 бит который он включает в принципе таймер 2 для чего угодно шим сигнал прерывания просто счет и так далее далее регистр dr это у нас управление дыма и источником прерывания здесь у нас по триггеру не знаю не разбирался и еще пять источников прерывания это либо по совпадению с регистром сравнения в одном из четырех каналов либо по переполнению давайте выберем по переполнению этот бит здесь указан давать уберу комментарии и нам осталось настроить частоту прерывания нашего таймера кварц мы оставили на 8 мегагерц тогда пусть частота прерывания частота переполнения таймера у нас будет в районе одного килогерца то есть мы 8 мегагерц делим на 1 килогерц так 8000 получаем это число нам нужно записать здесь мы имеем такую очень точную настройку то есть у нас есть два делителя чистоты первый это вот делитель читает этот термина и второе это верхнее значение счетчика то есть одним только этим регистром уже можем настроить нужную нам частоту записав сюда 8000 и сюда просто один тут вроде 7999 надо записать дать на единицу меньше ладно для примера давайте мы разделим его на 80 получим такую частоту тактирования 100 килогерц то есть сюда мы пишем делитель 79 на единицу меньше верхнее значение счетчика давайте напишем 100 таким образом делим на 100 и мы получаем частоту прерывания 1 килогерц это пример расчета но сейчас для демонстрации для мигания светодиодом нам нужна низкая частота поэтому давайте здесь поставим 799 получаем 10 килогерц и чтобы получить частоту прерываний в 1 герц нам здесь нужно записать 10000 тогда одно переполнение счетчика у нас будет происходить раз в секунду завершили настройку нашего таймера следующее что нам нужно это включить прерывание делается это вот такой командой общий заголовок это вот это включение прерывания а здесь мы указываем прерывание по какому событию мы хотим включить то есть если мы перейдем в определение этой переменной то увидим здесь вот список прерываний которые доступны для этого микроконтроллера внешние прерывания дыма и usb acp1 таймер 1 2 3 видим здесь целых четыре прерывания для первого таймера так как он более сложный айтусе из пиваю сарт и так далее постепенно почти со всеми ими мы разберемся то сейчас мы отсюда копируем прерывания по второму таймеру и вставляем сюда в заголовок настройки готовы в основном цикле давайте для демонстрации мы сделаем регулировку частоты прерываний ну сперва давайте определимся что же мы будем делать в прерывании да и вообще я обходил эту тему стороной ранее в предыдущих видео что такое прерывание прерывание это событие которое заставляет контроллер остановить выполнение основной программы перейти в под программу соответствующую этому прерыванию выполнить ее и затем вернуться в то место откуда он уходил то есть основная программа ставится на паузу выполняется под программа и затем продолжается основная программа это очень полезная функция микроконтроллеров которая позволяет как будто бы выполнять несколько процессов параллельно то есть моментально выполнять нажатия кнопок принимать данные по ларту и так то есть прерывание это очень мощный инструмент при работе с микроконтроллерами сейчас по данной настройке раз в секунду будет вызываться под программа но в данный момент ее у нас нету поэтому давайте напишем идем сюда вниз документа так и наверное здесь надо ее писать то есть вот у нас централизация тактирования и вот у нас есть место для нашего кода сюда мы вставим такую под программу здесь пишем вот такой заголовок который означает что прерывание от таймера 2 выполняется и это у нас обработчик прерываний то есть по прерыванию таймера 2 будет выполняться то что у нас написано здесь здесь же для демонстрации простой давайте будем переключать логический уровень на выводе c13 команда how gpu toggle pin переключение на противоположный вывод c13 и далее необходимо сбросить флаг прерывания который говорит о том что под программа в прерывание была выполнена полностью флаги у нас находится вот в этом регистре в принципе достаточно сбросить просто флаг у их но я поставил там 0 чтобы сбросить целиком регистр здесь у нас куча флагов по различным событиям ну давайте лучше напишем его этот бит нам надо выставить стандартное обращение team 2 таймер регистр 2 регистр сср и этот бит который мы хотим установить хотя нету почему так давайте посмотрим описание регистров и найдем то что нам нужно с регистр нам нужен смотрим в заголовках вот они team то есть без 2 а почему без 2 она потому что он общий регистр настройки общей окей то есть нам нужно просто двойку здесь удалить готово мы все настроили возвращаемся в основную и здесь давайте те же самые 10 килогерц которые мы тут задали и 3 секунды будет мало потому что большой период поставим 5 секунд затем пусть мигает в три раза чаще выставляем здесь 3000 уменьшаем значение этого регистра рассчитав соответствующее деление мы можем узнать какую частоту прерывания мы тут получим и в 10 раз чаще пусть мигает ну таким образом и так по циклу то есть здесь мы меняем частоту прерывания и в соответствии с программой меняем частоту мигания светодиодов давайте посмотрим как это работает да я тут ошибся когда решил сбрасывать именно вот этот бит нашего прерывания я здесь выставляю единицу а нам нужно выставить 0 то есть меняем на вот такую запись эта операция и будет сбрасывать указанный бит в ноль нажимаем play и смотрим на светодиод видим что примерно 2 секунды горит 2 секунды не горит так теперь у нас что какое-то странное было поведению а ну скорее всего это объясняется как раз совпадением что в тот момент когда происходит установка нового значения верхней границы счетчика до которой он считает то в этот момент он уже проскочил этот счет и поэтому он продолжает читать до своего переполнения то есть до 65000 затем сбрасывается в ноль считает с нуля до теперь уже нового уровня 3000 и теперь уже работает нормально поэтому по-хорошему либо здесь сбрасывать значение счетчика записывая в него 0 либо есть там какой-то один еще бит который позволяет эту проблему избежать ну давайте мы просто поменяем их местами в данном ознакомительном видео я заморачиваться с этим не буду таким образом пробуем нажимаю play и смотрим быстрое мигание там помню сколько 5 раз секунду что ли медленные мигания где-то три раза в секунду или что-то около того и вот такой еще более медленное мигание снова цикл по кругу и видим что наше прерывание по таймеру отлично отрабатывается повторюсь это очень полезный и мощный инструмент именно вот прерывание по таймеру